Музыка Уважаемые начальщане, добрый день Митинг, протест против закрытия Хартаевской участковой больницы объявляю открытым Кому мешала наша больница? Работала, лечила людей, все были довольны Оказывается помешала главному врачу, привыкший к нам в район Пешковой Антонине Петровне Нашла причину отсутствия врача-терапевта Но по нашему глубокому убеждению больница закрыта умышленно Я приведу лишь три примера Буквально, когда мы объявили бойкот у Боров, это за два месяца тому назад Приехала к нам замминистра Бордюга Котова Когда мы ей предложили найти именно врача-терапевта, если уж так, необходим для нашей больницы Среди беженцев Украины, она ответила, что их надо переучивать Хотя мы по телевидению прекрасно все видели, что принимали этих людей сразу И они сразу начинали работать Второй момент У нас есть достоверная информация, что в республике Коми Такие участковые больницы, как наши, до сих пор работают Где никогда не было врача с высшим образованием, врача-терапевта Управлялись фельдшера Третье, мне хочется что сказать Если бы не хотели проблему эту решить, они бы ее могли решить Вот призываю вас еще раз прислушаться Я говорю, не стоять на своем Если мы вместе, вот сегодня как собираемся, заявляем о себе Мы будем стоять, или нас раздавят по одному, понимаете Вот пример, я всем говорю, вы все, мы стареем здесь, правильно? Хотим мы жить, никуда никто не бежит Вам сделают капельницу, у вас по задницу пинают, идите домой Человек должен после капельницы У нас с инсультами лежат по домам, гниют люди Да, по домам лежат, гниют, правильно люди? Их не можем туда подлечить А у нас они кричат, все готово На 5 миллионов ремонт сделан в больнице Я заходил в Терапию, там настоящий туалет По сравнению с нашим, это у нас музей больницы, все знаете, правильно? У меня такие предложения Я, конечно, не могу выступить так категорично, как Кохлин Михаил Иванович И требовать отставки Норкина, отставки Пешковой Но я бы предложила еще раз обратиться с открытым письмом К районной администрации, главному врачу Ижамской больницы Пешковой Антонине Петровне Временно до приезда врача-терапевта открыть круглосуточный стационар И назначить заведующей больницей фельдшера Зуеву Надежду Константиновну Вот я такое предложение Спасибо Предлагаю принять резолюцию жесткую Резолюцию митинга за фазорную социальную политику, связанную с закрытием такого значимого важного для нас объекта, как больница Мы требуем незамедлительно открыть Кротовёск участковую больницу Второе, руководителя администрации Ижамский район Норкину Игру Витсовичу уйти в отставку Третье, уволить с работы главного врача СРБ Пешку Антонину Петровну И они не нужны, такие работники здесь Вы за эту резолюцию говорите громко, да! Вот и все, если голосуем Голосуем, да, голосуем Поднимите руки, поднимите руки, не хотите все Снимите, да, это все Это Норкину, покажите, это вам все услышали Норкину, Гайзеру, все Михаил Иванович, у меня не только больница здесь Здесь и детская школа наша Это все, которые дети ходят Поро школу закроем Это понятно, но мы, видишь, решили акцент сделать-то это Не можем вопрос решить Владимир Васильевич, если стоим, это вот все, следующие шаги вот эти Будут считаться, они приедут, каждый будет в наши движения, будут считать и делать Выдохнувшись Я не могу сказать, что каждый будет делать Держи с проблемой, ее Fre tension Они приедут, каждый будет виден Держи с проблемой Выдохнувшись Редактор субинкоп Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова